Дело в том, что у нас сегодня здесь зал, люди, которые начинают думающие заниматься или не заниматься технологией, начинающие, опытные и уже сверхопытные, потому что одну тему придумать для всех невозможно. И если что-то кому-то будет неинтересно, я прошу не обижаться, потому что, ну что было больше, уже в лучшем вопросах отвечу конкретно, кого что будет интересовать. Следующее. Так вот, вам уже, коллеги, первое, что мы должны понимать, что такое технология наутил. Многие понимают так, что я бросил обрабатывать почву, вот порезал плуги, культиваторы, и вот я уже наутильщик. И это совершенно неправильная технология, властью на сельскохозяйственную культуру без обработки почвы или наутил, это система земледелия, как бы ни думали. Это система, при которой исключается любая обработка почвы по всей культуре в течение длительного времени. И посев семян возделаемых растений проводится необработанную почву при наличии на поверхности пожнивных остатков растений. Слово обязательных не вошло, поэтому я его добавляю. Обязательном наличии растительных остатков. Вот это наутил. Если нет растительных остатков, вы что-то еще по-другому делаете. Я говорю эмоционально, может быть, немножко резко, но это не значит, что не надо делать. Делайте, но не называйте это наутилом. Это что-то другое. Пожалуйста. Никто не говорит. Каждый волен делать, как он хочет. Но система наутил, когда есть растительные остатки, тогда они не работают. Почему мы будем говорить дальше? Следующее. Система наутил включает системы силоворотов, систему удобрений, защиты растений и так дальше. Охрану почвы. Значит, это не просто отказ от обработки почвы. Это система. И прямой посев. Вот теперь система наутил и прямой посев. В Аргентине прямой посев называют систему наутил. Я ее разграничивал, для того, чтобы понимание было. Прямой посев семян возделанных растений в необработанную почву. СЗС-2.1, в 80-е годы. Система Бараева. Я работал в Амурном в Казахстане, в Северном. Прекрасно работал. На культиваторные лапки. Прямой посев. Прямой посев. Но почва обрабатывается. Но прямой. Кроме того, скажем, все в обороте. Один год обрабатываем пашем, другой год прямой посев делаем, третий опять обрабатываем. Можно? Можно. Почему нет? Но это не наутил. Просто не путать этого. Чтобы вы понимали, мы говорили на одном языке. А традиционная технология, это технология, которая тут ранее была рекомендованная. Это не обязательно вспашка. Если это было глубокое орехление, значит, глубокое орехление. То, что было рекомендовано наукой, достигнуто самой лучшей технологии. Чтобы с ней сравнивать. Чтобы понимали, что это не вспашка. Это может быть другое. Дальше. Ошибка. Первая ошибка. Что нельзя наутил накладывать или встраивать в существующую систему земледелия. Надо напрочь забыть то, что ты знал раньше, а ты что-то знал. А если не знал, самое хорошо. Дело в том, что, особенно, скажем, в Казахстане, в Сибири, в те обороты парк, 4 пшеницы. Он говорит, сейчас я уберу убородку почвы, я наутильщик. Нет. Его 150% гарантия, его крах. Потому что это другие силы обороты, другие технологии. Все по-другому. И просто бросить обрабатывать почву неприемлемо. Это 100%. Осваивать старое существование, я только что рассказал. Дальше. Я читаю, чтобы не затягивать. Освоение технологий нет. Чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, необходимо разработать четкий план. Календарные сроки, финансовые возможности. То есть, прежде чем начинать переходить, думать, если я перейду на наутил, то я вот все бога за бороду возьму. Нет. Надо предварительно хорошо подумать. Если большой коллектив, значит, с коллективом. Потому что, если задумаешь, а что ты думаешь, а механизаторы не захотят, ничего не сделаешь. Они сделают так, что ничего не будет. А сделать, чтобы ничего не будет, гораздо легче, чем чтобы что-то получилось. Поверьте, это так. Потом надо подготовить поля. Это целая система, главное, финансовые возможности. Вот, когда ты будешь покупать технику, скажем, сразу купить всю невозможную. Значит, надо подумать, я откуплю одну сейлку, надо к ней трактор, надо к ней дошлить следующие. Какие поля я буду переводить, как их подготовить и так дальше. Это целая система, которую надо хорошо продумать дальше. При этом, видите, вот, допустим, в Архангельске, покупал сейл, как он осваивал. Постепенно, постепенно переходя, площадь осваивал. Следующее. И когда он начал осваивать, ему пришлось строить складские помещения. Хорошо? А почему строить? Ну, что ему продукцию никуда стало девать. Против того, что у него было раньше. Это же хорошо? Хорошо. Ну, их строить-то надо деньги. Вот такие непредвиденные обстоятельства тоже надо предусмотреть, которые, ну, невозможно предвидеть. А вот, а их надо строить, пожалуйста. Он их построил 6 или 7. Посмотрите, какие крупные. Видите, заезжает КамАЗ в 2, и с другой, в следующем. Вот, видите, какое-то самое. Большое. И таких штук 6-7 пришлось построить. Это же деньги. Следующее. Необходим набор техники. Мы сегодня уже об этом говорили. Первое. Это сейвы. Понятно. Я не буду повторяться. Второе. Опрыскиватель. Высокопроизводительный, высококачественный работающий и так дальше. Комбайн должен равномерно распределять краснительные остатки по поверхности. Необходимо, чтобы бункеры обязательно накопители были. Мы об этом поговорим дальше. И еще очесывающий жаток здесь нет. Вот я бы сюда обязательно тоже еще включил. Следующее. Вот теперь главное, которое требование. Технологии прямого посева обязательно постоянное нахождение растительных остатков на поверхности почвы. Растительные остатки должны полностью укрывать почву. Сколько их надо? Вот там стебелек, там стебелек. Но они же есть. Есть, но их... Ну что? Это нету их. Значит, это наши накопители, сохранители влаги. То есть, это наши чистые пары. Это наши рыхлители почвы. То есть, вместо полугов. Это наши удобрения. Это наши защитники от травоеводной эрозии. И защитник от сорняков, вредителей и болезней. Помните в традиционной технологии мы говорили, это источник болезней, источник вредителей. А мы говорим, это наши защитники. И те правы. И мы правы. Я это расскажу дальше. Без растительных остатков это не система наутил. Это что-то другое. Поверьте, это что-то другое. Пожалуйста, можно заниматься. Дальше. Вот я привел здесь данные. Растительные остатки. После уборочных. Вот когда ноль растительных остатков. И обратите внимание, 12. Влага в два раза больше. Урожайность в сороках. Восемнадцать и сорок. В два раза больше. А что поменялось? Какие затраты дополнительно произведены? А никаких. Так вот, если вы хотите без растительных, вам они мешают. Работайте вот по первой схеме. Наутил, не наутил, дело ваше. Но вы урожай получаете в два раза ниже, чем могли бы получить. Вот это не забывайте, когда мы говорим о растительных остатках. Я говорю, ради бога. Не хотите, не надо. Уничтожайте, сожгите, уберите. Ну вот это вы будете получать. А этот, который будет работать с растительными остатками, не затратив на копейку больше, будет получать вот это. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Дальше. Следующее, обратите внимание. Когда наличие растительных соломы, значит, обработка дисковая, плоскорезка, уливая. С соломы, обратите внимание, что больше. А без соломы меньше. То есть, когда соломы нет, мы делаем хуже. Тогда уже лучше обрабатывать почву. Создать мульчирующий слой. Когда нет растительных остатков. Это хуже, чем обрабатывать почву. Почему? А потому что мы же создали там капилляры. И капилляры, как комочек сахара выложили, когда воду чуть-чуть. Вода поднимается. Так, эти капилляры эту воду поднимают из глубины почвы. А они открыты, и их от насоса высасывает. Детирок, солнышко. И почва, и влага уменьшается. Поэтому нам надо закрыть эти капилляры растительными остатками. Тогда влага сохраняется, и она используется растением. Вот в растительных остатках кратко как. Вот разница, 26 миллиметров, 26 плюс 19 минус 7, 26, да? Это 260 кубов воды на гектаре. Это один растительный полив. Вот один полив, вы игнорировали. Сказали, мне он не нужен. Я лучше без хлеба останусь. Ну, право каждого. Следующее. Как убирать, как создать? Вот такое количество растатов мне нравится. Это после отчёсыва в Архангельском. Следующее. Вот столько растительных. Что с ними делать? Я отвечаю сразу. Беречь под зеницу окна. Следующее, пожалуйста. Вот это жатко-очёсывающее, это Харьковская жатко, у нас она пошла по краю, которая убирает таким образом. К сожалению, сегодня нам обещали привезти жатко, но не приехали, не привезли пенинцы. Дилер их не тут подвёл. Но завтра урожайное мы жатко увидим, посмотрим её и поговорим ещё раз про отчёс. Потому что это технология, без которой нам навряд ли будет прожить. Мы опубликовали статью, вот книжечка, которая там переплёт, сколько она, 300 рублей как раз стоит. Там есть статья о отчёсе. Как отчёс работает, какие потери, как распределяет. И так дальше. Всё полностью. Экономика отчёса, всё тут расписано. Дальше. Вот весной. Как по этим вот темам. Вот помните, стояла солома после уборки. Вот она весной. Тут не применяли никаких деструкторов, ничего. Вот так она весной лежит. Она прошла зиму. Там поработали микроорганизмы. Она легко режется. Легко разрезается култерами. Легко заделываются семена. Причём здесь лучше сеять, чем где необработанная почва. Она тут идёт, сея вот как по специальному ковру. Следующий, пожалуйста. А если нет такой жадки, тогда надо косить на высоте не менее 25 сантиметров. Следующий. Вот после уборки, это в Аргентине, видите, сколько колосков здесь осталось. Мы когда были, там наши агрономы, руководители, вы что нам тут рассказываете, вот что на уши вешаете, понимаешь. Они говорят, пошли, посмотрим. Берут эти колоски, это пилильщик. Это щуплое зерно. Они настраивают комбайн, чтобы это щуплое зерно всё уходило в хвост. Оно не нужно им. То есть эти потери, допустимые. Но если мы пшеницу будем убирать на низком срезе, мы не получим урожай сои. А пшеница у них лежит по 3 года, потому что она тешёвая, не покупается. А соя делает экономику. Поэтому нам вот эти потери очень не важно. Нам важно получить сою, тогда у нас экономика нормальная. Мы же чаще всего кидаемся вот за этими колосками, не понимая, что мы теряем следующий урожай подсолнечника, теряем урожай гороха, теряем урожай льна, культуры, которые нам дают экономику. Здесь, как говорится, на сопрях экономим, как у нас академия, а потом всю жизнь гриппом болеет. Вот это тот случай. Следующий. Вот высота среза в Аргентине. Вот так они косят. Ни ниже, ни на миллиметр. Следующий. Теперь вопрос. А как по этим растительным остаткам сеять? Вот такая сеялка, она хорошая сеялка. Она роет почву, она устойчиво на глубину работает. Ну, Расул я хвалил, молодец. Но это грабли. Следующий слайд. Вот химический пар, в Ревакумском районе, где соломы-то нет. Вот видите, отдельные эти сорняки. Эта сеялка не пошла. Хотя бы директору говорили, возьми дисковый сошник. Это все, как положено, все, ага, ага. Ну, купил ту. А потом, когда поехали сеять, она не сеет, она забилась, через... она забилась. Орол, обрал ваш наутил, нафиг он нужен, загнали в БДК, или там это самое, разбомбили в два слоя, ну, 20 сантиметров, раз ужели, посеяли, вот ваш наутил. Ну, все, спасибо, директор, мы поехали. Мы больше с тобой, на эту тему даже разварать не будем. Следующий. Вот теперь сеялка, вот такая сеялка, она не годится для наутила. Она, руководитель провез с Америки или Чизканады, вот это для наутила. Нет, тут, видите, нет никаких приспособлений, это для мелкой обработки почвы. Это не годится для наутила. Такие сеялки не нужны тут. Следующие. Следующие, смотрите, сеялка, диски, турбодиски, ну, вот видите, пружина стоит. А мы же сеем осенью, у нас бывает, вот как этот асфальт, как этот турбодиск должен влезть в эту почву, когда у него пружина. Для чего пружина? Чтобы она сработала, чтобы он не сломался. То есть, вот такие вещи нам предлагают. Приедут соловьями поют. Но надо понимать, что это не годится. Следующий. Вот сеялка тоже, видите, вот и тогда красительных остатков-то немного убрали еще в низком срезе. Прошли, а тут вообще черное, видите? Это не наутил. Это минимальная или мелкая обработка почвы. Понимаете? Вроде все делать как надо, но это не наутил, это мелкая обработка почвы. Это прямой пассив. Ну, прямой пассив, можно сказать. То есть, мелкая обработка почвы. Следующий. Какое должно быть рабочие органы? Это первое. Это диск плоский, который вносит удобрения. Левее, правее, от рядка, глубже, куда надо. Второе. турбодиск, который разрезает почву, сантиметра два, и делает все, что делает нас плов, культиватор, эклитер, заборная и так дальше, еще лучше. Готовит почву для посева. Двойной, двухдисковый сошник, который заделывается именно. Потом идет, видите, тут каточек, а у нас там был этот, рейбраль, как он называется, возбобра, который придавливает, это селка села сою, это в Аргентине. Все обратите внимание, что в Аргентине придавливает семена каждая семья к почве, заделывает и выравнивает поверхность. Вот этот набор рабочих органов, который считают в Аргентине, оптимальный, они считают. Каждого может быть по-своему. Вариантов тысячи. Поэтому тут сказать один раз навсегда невозможно. Следующий. Вот такой должен быть сел. Вот видно, что тут селка прошла, видно, что вот это тут следы, да? Вот это посев по наутилу. Нету комочка почвы, ничего черного на поверхности не должно быть. Вообще не видно, что тут прошла селка. Это в Аргентине. Следующий. А это вот у нас, этого водопьяного. Тоже беретини. Помните, которая у нас тут стояла? Вот она сеет. Это после уборки низко это самое, срезал дальше. А вот после отчёса посеяна кукуруза. Заметили? Дело прошло, просто вот этот вот след. И все. И все сохранено. Следующий, пожалуйста. Вот посев горуха. Следующий. Вот леномасличный урожай нам по отчёсу. Говорят, нельзя сеять. Я вам хочу доказать, что сеется, что прекрасно. Следующий. Вот подсолнечник в Архангельске. Как вы думаете, здесь будут сраняки расти? Не будут, они не могут тут вырасти, не могут зайти даже. Вот такой подсолнечник, они по их нему дамы, на 5 сентнеров вектара больше даёт урожая, чем тот, который посеян после пшеницы, скошенным на низком срезе. Заметьте, никакой разницы, никаких затрат дополнительных. 5 сентнеров подсолнечника. Переведите на деньги и ужаснитесь, что вы косили низким срезом, на низкий срез у вас затрат гораздо больше на уборку, и ещё потери урожая 5 сентнеров вектара. Потери, вы их не видите, их не ощущаете, и даже не понимаете, что вы их потеряли. Вот это прибавка урожая, которая 5 сентнеров подсолнечника, я думаю, это хорошая и круглая цифра. Следующий. Уборка отчёса, льна маслична методом отчёса растений. То есть, если мы начинаем косить, его косить тяжело. Потом это кучки, его никакой култр, никакой заразы не может прорезать. Значит, не посеешь, не толком, не будет. Вот так, следующий. Вот прямо по этому отчёсу посеяна пшеница, видите, по льну. Следующий, это вот осенью. А вот пшеница, когда она начала выходить в трубку, выпили он. Он зиму задерживал снег, снижал ветер, снижал испарение, создал благополучие. Но он же не живой уже, он так само, не мешает. И косить пшеницу не мешает, и вообще ничего не мешает. И урожайность по ней получается наравне с паровыми полями. Почему? А у нас несколько зим. Зима прошла, снег накопили, растаял, ушла. Пошло, следующий растаял. Влага есть, а уже внести, дать удобрение, защитить, это уже технический вопрос. Следующий. Вот эти вот, о которых чистите сегодня, мы уже много говорили, я не буду останавливаться, если будут вопросы, спросите. И мы завтра их тоже увидим наяву, натуральном виде. Дальше. Это, кстати, другой вариант, который разгребает солому. Следующий. Вот первый вопрос в другом. Вот у нас есть подсолнечник, вот сегодня он говорит, только берет шляпку. Я ему задал вопрос, а что с этой остаткой делать? А, вот как сей? Не получается, потому что эти, потом выбивают семипроводы, поломки, сеялки, выходят из строя, и все. Придумали такое, назвали это орудие, называют балда. Я был в хозяйстве, вот я балду взял, вот теперь у меня вопросы решены. Вот это вот, я решаю, это самое, как, знаете, коса, это самое, все на косе, такая острая. Дальше. Вот прошла эта балда, я обработал, вот это поле подготовил и подпосев. Обратите, я говорю, я тут 2 сантиметра, я его обработал, хоть 2 миллиметра. Вот если я работал 20 лет, по наутилу, то я все это закончил. Потому что ты все поры, которые сделали черви, все это аппарат, все полностью забил. Это недопустимо. Вот у этого балда так и называется. Она так и есть, так и есть. И тот, кто ее применяет, то же самое. Дальше. Вот приспособление для того, чтобы убрать эти самые, каток. Это я в Аргентине сделаю, фотографии. Эти трубки пустотеные, как полые. Это самое, 2 миллиметра. То есть, когда подсолнечник только убрали, они еще сырые, они плохо давятся, плохо, саму педагог. Через 3-4 дня, чуть подождите, они спокойно ломаются, ложатся, никаких вопросов, потом дальше с серым нет. Это один вариант. Второе. Чтобы не ездить по полю. Следующий. Вот такой брус, перед трактором, на переднюю подвеску, там, или что-то прицепить, на ширину захвата жадки, чтобы он тащил по земле. И он идет, наклоняет все эти стебли, которые есть, наклоняет по ходу движения агрегата, и сеялка спокойно сеет. Это урожайно, вот завтра мы в нем будем там. Вот он все свои бригады таким вот образом оборудовал, и все, и сеет. А эти растительные остатки, они нам не мешают, они нам даже помогают. Следующий. То есть, есть решение вопросов с подсолнечником. Подбор культур. Благодаря лучшему накоплению и сохранению влаги, мы у нас, мы можем расширить набор культур, он нам необходим. То есть, если мы, допустим, в Ставрополе, или там в Казахстане, все или пар, четыре пшеницы, три пшеницы, больше не растет ничего, потому что влаги не хватает, то здесь влаги хватает. Получение урожая других культур. И при этом, засушивая к зоне, где у нас были пары, даже пар пшеницы, мы можем обходиться без пара. Следующее, что вот без чистых паров. Следующее. Но подбирать культуру надо так, чтобы чередовались узколистные с широколистными, с мочковатой, с стержневой корневой системой, культуры холодного, теплого времени года. Для того, что можно было широколистно-усколистно, это борьба с сорняками, с такими или с другими. Мочковатая стержневая, это для рыхления почвы. Разное, значит, стержневая глубокая рыхление производит, мочковатый поверхностный слой. А холодного, теплого времени идет, это разные виды сорняков. И чередование, когда у тебя теплая культура, ты в ней борешься, а в другую культуру, то есть, это все глубокая наука, когда говорят, вот вы без лесов и сад, и все, больше там ничего. Нет ничего подобного. Очень много технических приемов борьбы с сорняками. Следующее. Виктор Корнеев. О, уже время. Да. Значит, вот я привел широколистно-усколистый, мочковатый. Следующее. Это вот для Белгородской области, если воборот, это Батурина. Следующее. Это для сибиряков, серовыми культурами, я такими, так сказать, проработал. Следующее. Ход пшеницы по пшенице, вот это недопустимо. Пшеница по пшенице недопустимо в этой технологии. Вот, видите, какая она, поражена вся, и урожай в два раза меньше, чем по другим. По подсолнечку. Дальше. Контроль сорняков, плотность и почвы. Нельзя хотя бы один год обрабатывать, если мы говорим о наутилии. Если говорим о другом, пожалуйста, следующий, я буду теперь быстро провалить импульс. То есть, можно применять, скажем, все в вороте, видите, другие, и можно принять прямой посев. Ради Бога. Это движение вперед. Но это не наутилий. Ради Бога. Работайте. Ну что, это наутилий не говорите. Почему нет? Вы тоже экономите средства. Дальше. В Аргентине говорят, если вот в технологии наутилий, если мы ничего не делаем, вот такая водопроницаемость почвы. Если мы ее обработали, водопроницаемость уменьшается. Если же мы плотную почву уплотнили и взрыхлили, водопроницаемость увеличивается. Если же мы не взрыхлили, водопроницаемость падает. То есть, вот эта система в традиционной технологии, где мы уплотнили почву своими кировцами, другими проходами, уплотнили, а вот это в наутилии, где обработка почв ухудшает свойства почвы. И это делать не нужно. Следующее. Это у них опыт. Вот видите, где пролазил. Это традиционная технология, я в этом наутилию. И мы это уже видели на своих тоже полях. Следующее. Значит, сеять надо под углом 30, чтобы не переуплотить почву. Это закон наутилии. Сеять надо под углом 30 градусов по отношению к прошлому году, к севу, чтобы не уплотнялась почва. Если у вас, скажем, зерновая и пропашная культура, сеять пропашную в длину, но зерновую обязательно по диагонали. В том, в следующий год пропашная в длину, сплошной зерновой по другой диагонали. Но обязательно меняйте направление. Следующее. Вот подсолнечник, когда бункера накопитель, а, мы на краю поля выгружаем комбайны. Какая вот? Вот это край поля, видите, сколько пробелов? Подсолнечка нет. Следующее. Аргентинцы были у нас как раз. Это мой хлебор. Видите, куда пошла корневая система? По сторонам. Это на краю поля. Может все поле переплотнилось? Дальше. А это в середине поля. Прекрасная корневая система. Не надо, нельзя выгружать машины и комбайны на краю поля. Следующее. Необходимо, значит, иметь бункера накопителей, которые будут увозить зерно. Переход полей к технологии наутил. Буду мнение, что перейти на наутил, надо поля. Для этого взять дешевые дисковые бороны и работать, выровнять поля. Дисковые бороны стоят тоже миллионы. Теперь ее выбросить? Не выбросишь. Она должна свое отработать. Значит, 5-6-7 лет работаем тяжелыми дисковыми боронами. Дальше. Это вот такая многотонная машина, которая упирается на этих тонких дисках. Она делает плужную подошву гораздо сильнее, чем лук, который мы всегда на него обижались. И когда вот через 5 лет мы сделаем слой бетона на глубину 10-15 см, как мы работали, а потом говорим, начинаем наутил. И говорим, не получился наутил, наутил виноват. Не это виноват. Надо взять просто, проверить почву. Если она переуплотнена, взрыхлить. Если надо вспахать, выровнять и начинать заниматься наутилом. И тогда уже не допускать переуплотнения. Следующий. Эта ошибка часто наблюдается. Удобрения. Вроде как удобрения не нужны, растительных остатков, но тем не менее, когда мы начинаем работать, удобрения нужны обязательно. Особенно азотные. Мы оставляем растительные остатки, микроорганизмы начинают их разлагать и потреблять азот. Но микробы его возьмут, растения не могут у микробов отобрать. Он вернется назад, но попозже. А сегодня им нужен. Поэтому вначале надо обязательно азотное удобрение. Тут целая теория. Это долго... Ну, будет вопрос, расскажу вам, это не проблема. Следующий вопрос. Значит, то исследование нитратного азота меньше в технологии наутил, поэтому тут нужен азот. Это с точки зрения питания растений плохо. Азота не хватает, надо вносить. С точки зрения плодородия почвы, хорошо, потому что сокращается. Азот получился за счет разложения гумуса, органического вещества. Идет потеря гумуса, незаметная, каждоминутная, каждосекундная, которую мы не замечаем, но она идет и не останавливается. Поэтому у нас катастрофическое состояние есть подводим почвы. Дальше. Вот хранилище для кассы. Это в Волгоградской области большой моряц. У них два таких хранилища в двух отделениях. 10 концистерн на 2500 тонн каждая. Крайняя бочка – это смеситель. Следующий. Несение удобрения азотных может быть так. Следующий. Может вот так вот это украсивание. Это ликвелайзер, который Дюпорт, который сегодня Стефан Стефанович рассказывал. Следующий. Это семинар мы проводили там. Пшеничка должна быть зеленой, вот как вот здесь. Дальше. Или вот здесь. Тогда нормально себя чувствует и растет хорошо. Дальше. Урожайность. Обратите внимание, наша пшеница – это в наших опытах до 2018 года. У нас уже мы получили 2020 года. Разница урожайности на удобренном фоне на 8-9 центнеров с гектара больше, чем по традиционной технологии. А без удобрений меньше, а тоже математически доказуемое снижение. То есть, если не вносить удобрения в первые годы, наутилом заниматься не надо. Это ухудшение идет. Дальше. В то же время солнечные слои не реагируют практически на удобрения, поэтому целая система тут тоже, она должна быть четко разработана. контроль за соревнованность и пассивов. Значит, кроме гербицидов есть еще много способов борьбы с сорняками технологических. Это и чередование культур, и, значит, растительные остатки, которые уничтожают, и чередование холодостойки с теплолюбивыми. Целая система борьбы. То есть, эти методы и есть, они разработаны. Следующее. Вот банк семян. Видите, когда по традиционной технологии от начала идет увеличение, а наутилов снижение банка семян. А раз семян нет, значит, и сорняков будет меньше. Дальше. Это данные новосибирских. Соряки. Контроль сорняков от уборки до пассива. Нельзя допускать засорение, тем более, осеменение семян, а когда от уборки до пассива следующую культуру. Тут нам нужны глифосаты. Но есть и другие способы. Почем покровной культуры много способов борьбы, которых... Ну, все это просто время не это самое. Рассказывайте обо всем этом. Следующее. Это про глифосаты, я хотел бы сказать. Сегодня мы говорили о том, что глифосаты. Мой одногруппник в Омске приезжает, взял 200 литров, вылил рабочего раствора. Глифосата не сработал на парах. Сволочи, подсунули брак. Я говорю, Горь, ты неправильно работал. Как неправильно значит это самое? Дело в том, что, во-первых, глифосаты надо первое, проверить жесткость воды. А у него оказалось стоит его озеро, а там рядом скважина горько соленую воду туда попадает. Этот глифосат на краю поля залили бочку, он же нитры... Глифосат, почему он... Он же моментально разлагается в этой вот агрессивной среде. Поэтому первое, вода. Второе, расход рабочей жидкости. Самое лучшее происходит, 20-25 литров воды. Самое эффективное применение глифосатов. Это не мои данные. Это данные Института защиты растений, это... Это самое... Защитник. Это они, эффективность, вот видите, с 200 до 25 литров, полтора-два раза выше эффективность. Следующее, применение комплекса аминокислот, что сейчас говорил нам этот Денис Владимирович, комплекс аминокислот, нет, он говорил там в том, это самое. Он тоже может снизить профессора Гатлерова технология. То есть у нас есть возможность экономии миллионов рублей на глифосате, снизить расход, улучшить экологию, не потратив лишних денег. Следующее. Уборка урожая. Первое. Комбайн нового времени уборки урожая технология наутил останавливается на поле, категорически запрещено. Категорически. Нельзя, как только остановилась, кучка полова. Все, там уже мыши, там сходов нет, там сорняки, и пошло, поехало. Дальше. Выгрузка зерна без остановки машины на краю поля. Видно, нет там дальше, это самый край, это в Аргентине. Без остановки выгружается комбайна. Я сам был за рулем комбайна. Прекрасно выгружается, никаких проблем нет. Если захотел, выехал на край поля, остановился, сбегал, куда тебе надо. на краю поля. Если случилось, надо остановиться, надо выехать с загонки, по убранному полю, про крутие, проехать круг, чтобы все выработало с молотилки, тогда тогда можно остановиться. Но сейчас необходимость. Это следующее. Плохо убранное, кучка вот осталась, это на телянках у нас. А если в поле, то бывают большие такие прогалины, где нету исхода дальше. мы немножко слезяки степном. Проблема большая. Ну, уже есть немотводы, сегодня уже говорили об этом, Денис, говорим дальше. Есть, дальше. Вот они так вредят, подсолнечным, прям по реку идет и все уничтожает. Сотними, и так дальше. Кукуруза вот так, но тут точка роста не повреждена, потому что она отходит, дает урожай. Но, видимо, снижение само есть. Следующее. Вот это мельтальдегид, который применяет. Следующее. И он превращается в такой кукол и погибает. Следующее. Ну, и где у нас распространяется наутил, это вот по такой полосой по югу России. Вот тихо, назад. Или я-то притронулся. По югу России. Это степные районы, черноземные почвы, которые подвержены ветровой водной эрозии и теряют за это плодородие. И мы сейчас написали с академиком, во главе с академиком Ивановым, о целесообразности расширения площади посева по технологии наутил на черноземах России. Я дословно вызываю статью. Она вышла в журнале достижения и в этом сборнике, который я сейчас называл, она тоже там есть. Следующее. Ну, и в технологии наутил нет мелочей и любая ошибка не может привести к непоправимым последствиям. Поэтому к освоению этой технологии надо основательно готовиться. При этом многим предсказуемое снижение урожайности первого года освоения технологии наутил происходит от незнания и неумения по ней работать. При правильном, грамотном ее применении этого можно избежать. Но при этом каждый имеет право на ошибку и на ее исправление. Никого нельзя за это, кстати, строго наказывать. Ну вот у меня все. Виктор Корнеевич, спасибо. Какие вопросы Виктору Корнеевичу? Пожалуйста, господин Орлов, концерн энергомена. Агроманд-консультант Виктор Корнеевич, ну, а что, свои жадки не у всех есть? А вот здесь два противоположных мнения. Как резать? 5,7 сантиметра соломы или 20 сантиметра? Лучше не резать. Вообще. Не, ну, это вообще без размельчителя работает, да? Вот я специально спросил, помните, размельчить, который... Вы режете, как режут? Он говорит, не режу, вот этот самый лучший. А лучше отчесом, когда она вообще не тронет. То есть она должна быть как можно дольше сохраниться, а если я только размельчил... Виктор Корнеевич, еще микрофон, пожалуйста, а то мы запись ведем, чтобы было... Я прошу прощения, я уже отчитался вроде как. А какие вопросы? Сейчас, подожди. Значит, про солому. Лучше не резать. Если даже вы срезаете ее, лучше не резать. Не измельчать. Но лучший вариант это, конечно, отчес. Теперь нам видишь, что угроза надо глифосатами. Вы, наверное, в курсе делали. Ее уроки пошла речь, что его надо заменить. Ваши отношения не есть ли пояс заменим? Значит, борьба с глифосатами это та же самая как борьба с Россией. Но глупости там больше не оберешься, чем кроме глупости. Там политика и там экономика. Потому что если сегодня переходит мир на наутил, то концерны, фирмы, которые имеют оборот как Россия наша, скажем, Джандир, оборот, и он производит трактора, тракторати, плугеры, плетели, ну, целый комплекс машин. И причем, вот, водопьянов, я не вижу его здесь, 2700 гектаров, у него было три кировца, там несколько тракторов Т-150, табун, табун, почвообрабатывающий, там, посевной таксотехники, а вот, когда перешел на наутил, у него один кировец остался, одна сейлка, вот этот, Бертини, и один трезвый механизатор. И все работы выполняются. Представляете, сколько он лишил денег, вот тех, кто рядом сидит, Довиченко производит эти культиваторы и тяпки, они стали врагами. Когда он у него покупал, они были друзьями. Вот здесь то же самое. Но дело в том, что наука работает дальше, я постоянно просматриваю литературу, и уже появляются новые, как сказать, методы, способы борьбы с сорняками. Я думаю, наука не остановится, и не остановишь движение, все, оно будет вперед. Ну, разум все равно пойдет дальше. Пожалуйста, товарищ Китов, Краснодарский край. Ну, во-первых, хочу поблагодарить очень содержательная лекция. Виктор Корнеевич сказал просто стопроцентную правду. Ну, в связи с этим, значит, как бы возникает вопрос. Ну, мы все собираемся на науки умероприятия. Неправильно, неправильно, как бы, нас надо называть. Прямо посевщики. У нас нет устойчивых растительных остатков. Я, по крайней мере, не видел в Российской Федерации, кроме у Набаря Биненко устойчивых растительных остатков. Значит, вопрос на другую тему. Значит, мы считаем классиками наукила, начиная с Овсинского. Овсинский, Мальцев, Фолкнер. Фолкнер, значит, от Фукока, наукильщик. Значит, это те люди, которые обрабатывали почву. Значит, если мы уже начинаем... земледельцами, безусловно, но не наукильщиками. Поэтому, как бы... Ну, я... Как вы считаете? Значит, родоначальник почему-то в литературе, иностранных, в том числе, считает, Овсинского. Но Овсинский никакого отношения к наукильщикам не имеет. Он сделал мелкую обработку почвы, поверхностную. Мальцев, Бараев, они сделали почвозащитную систему земледелия, но тоже с обработкой почвы. Да, с оставлением стернии. Мы взяли оттуда как бы стернюк, но с обработкой. Это другая технология. Наутильщиками они никогда не были, я их никогда не считаю, у нас такая дискуссия уже была. Это не наутильщик, это не другая, это другая система. Поэтому, называть нас не наутильщиками, я понимаю, что, если мы сейчас начнем дифференцировать еще себя между собой, да, сохранить, накопить эти растительные остатки чрезвычайно тяжело. Для этого надо, это целая наука, Расул об этом говорил, что это целая наука, к которой мы еще не прикоснулись. Но мы видели на зимней конференции, когда именно благодаря покровным культурам ни удобрений, ни синтекцидов, ни фунгицидов ничего не применяется и получает устойчивый урожай за счет плодородия почек. Это наша перспектива, это наша дальнейшая биологизация, которую мы можем достигнуть. Но, я сейчас, допустим, предложил уже как бы научно плане дифференцировать как способ обработки почек, кто так считает, и у нас исследования такие есть, как технологии прямого посева, когда используются какие-то под отдельные поля, и система прямого посева, система земледелия. Я вам скажу, я подготовил эту статью, мне ее академики не пропустили. Сказали, наутил, это способ обработки почек, точка, никак не больше. Но с академиками ускорить пока не стал. Вот поэтому собираем сейчас конференцию, я думаю, я подниму этот вопрос там, но когда соберутся уже, как сказать, единомышленники, и мы тогда проголосуем, что это вот так, мы все равно будем двигаться вперед. Ну давайте пока горшками назовем, все, вот пельшу сожрать не будем. Да, все равно мы наутильщике, все равно мы идем по этому пути, я понимаю, я это говорю, именно заостряю внимание, чтобы понимали, потому что часто, а, мне эта солома мешает, нафиг она нужна. Слышали? Сжег, получил раз. Да, я знаю других, которые так делают, потому что не получается по-другому. Но надо искать другие пути решения. Виктор Корнеевич, спасибо.